Девушки отдыхают Ее авторы построили удивительные города, основываясь на самых разных направлениях науки – от социологии до квантовой физики. Сегодня мы заглянем чуть глубже и разберемся, насколько достоверно устроены Восторг и Колумбия. При упоминании биошок у многих в голове всплывает образ Большого Папочки. Эти озверевшие мужчины в водолазных костюмах не раз наводили ужас на игроков. Но вместе с тем авторы трилогии научили нас сопереживать им. Их образ противоречив и двойственен, и потому так притягивает. Во многом он строится на симбиозе с маленькими сестричками, которые добывают адом. Между ними нет кровного родства, но их объединяет нерушимая связь. Такая сильная, что Большой Папочка без промедления пожертвует жизнью ради беззащитной крохи. Эту привязанность особенно давали прочувствовать во второй части, где нам отводили роль самого Большого Папочки. А в третьей похожими узами объединяли Элизабет и Соловья. Такая призрачная, на первый взгляд, связь стала отличительной чертой серии. Она кажется фантастической, но авторы уделили ей столько внимания не просто так. Они вдохновились законами живой природы. Как же добиться такой привязанности? В Биошок Инфинит упоминается импринтинг. Якобы этот механизм ответственен за ту заботу, которую папочки проявляют к сестричкам, а Соловей – к Элизабет. Предположение интересное, но чтобы разобраться в том, насколько оно реалистично, стоит понять, как импринтинг работает у животных. Само понятие означает обучение на основе запечатления. Спорить о том, кто его открыл, можно долго. О нем говорили и в 16-м, и в 19-м, и в 20-м столетиях. Однако популяризовал его австрийский зоолог Конрад Лоренс, который с детства увлекался животными и говорил, что уже тогда заболел интересом к ним. Еще в раннем возрасте его заинтриговало то, как утенок, которого он взял под свою опеку, всюду следовал за ним, будто привязанный. Намного позже он провел такой же опыт с гусями, уже осознанно. Сперва они ходили за его болотными сапогами, а повзрослев, пытались с ними спариться. Черта мгновенного запоминания образа присуща многим птицам. Возможно, поэтому охранникам Элизабет выбрали именно Соловья. В то же время ее лишены крупные млекопитающие, такие как приматы или большие кошки. Существует гипотеза, объясняющая это различие. Причина может крыться в строении мозга, от которого зависит развитие организма. Для кошачьих, например, характерна забота о потомстве. Детеныши должны открыть глаза, научиться ходить, и только после этого они начнут постигать премудрости охотничьей жизни. Утки или гуси рождаются, так сказать, готовыми. Они с первого дня должны поспевать за мамой. Их мозг сильно отличается от мозгов плацентарных млекопитающих. Например, нас с вами. У них отсутствует мозолистое тело, перемычка между полушариями, по которой информация быстро проходит из одной половинки в другую. У уток она путешествует по более сложному маршруту. Поэтому две части мозга могут жить как бы в параллельных реальностях. Этот феномен заметнее всего на примере импринтинга. В первые часы жизни у утят вырабатывается реакция следования. Мы о ней говорили. Они запечатлевают объект, который в нормальных условиях должен быть их мамой, а затем идут за ним по пятам. Ровно то же самое мы видим в первом биошок, когда большие папочки неотступно следуют за своими невольными хозяйками. Как и утята, они не могут ослушаться внушенной им команды. Изучая эту особенность, ученые из Оксфордского университета вызвали у утят спутанность сознания. Они поочередно завязывали птенцам глаза и импринтировали на каждый из них резиновых уточек разного цвета – красного и синего. Затем в течение трех часов предоставляли выбор, за какой из этих уток следовать. При этом условия эксперимента менялись. Одним открывали оба глаза, а другим – либо правый, либо левый. В последнем случае утята следовали за правильной для этого глаза уткой. А когда их взор ничем не ограничивали, они, как буриданов осел, не могли определиться и плыли то за одной, то за другой. То есть теоретически, если мышление соловья хоть сколько-то схоже с утином, его можно было импринтировать на двух разных людей. И тогда сюжет биошока стал бы еще более изощренным. Однако забота соловья, а также и больших папочек, видимо, вызвана другим – обратным родительским импринтингом. Его действия зоологи продемонстрировали на американских лысухах. Эти птицы в распределении опеки ориентируются на первых вылупившихся птенцов. Ученых прежде всего интересовала защита от гнездового паразитизма. Ведь кукушки, да и сами лысухи, нередко подкидывают яйца в чужие гнезда. А приемные родители не всегда отличают подкидыша от своих детей. Как это возможно? По-видимому, из-за того же импринтинга. Эксперименты показали, что лысухи берут за эталон первенцев, а всех последующих сравнивают с ними. Если отличие налицо, то невезучим птенцам достается меньше пищи, и они, скорее всего, погибают. И тут уж как распорядится судьба. Если первыми вылупятся подкидыши, то прямые отпрыски пострадают от экономного механизма эволюции. В таком случае Элизабет из «Биошок Инфинит» – настоящий человеческий подкидыш, пристроенный к механической птице. Однако функции импринтинга не ограничиваются заботой и воспитанием, но определяют половое размножение и конкуренцию. Заметнее всего это на примере древолазов – крошечных лягушек размером с фалангу пальца. Они обитают на островах Южной Америки и знамениты разнообразием аляпистых окрасов. Ярко-оранжевые, красные, желто-зеленые, синие в крапинку и даже красные с синими лапками. Их так много, что ученые насчитывают около 200 видов. Ареалы некоторых форм пересекаются, отчего образуются новые. Меж тем, оставалось неясным то, как эти земноводные выбирают партнера. Заложено ли в них предпочтение генами, или они узнают их каким-то иным образом в течение жизни. Американские исследователи провели опыт с подменой икринок между разными видами, чтобы выяснить это. Повзрослевших лягушек сажали в стеклянные вольеры. За одной стенкой сидели представители биологической морфы, раскрашенные в те же цвета, что и испытуемые. За противоположной – сородичи приемных родителей. Наблюдаемые жили посередине, и за их выбором следили ученые. О предпочтениях земноводных судили по тому, сколько времени они проводят у той или иной перегородки. В подавляющем большинстве случаев особи тянулись к знакомым визуальным образом, то есть к тем, кто похож на нянек. На них же агрессивно реагировали самцы, обычно защищающие территорию от себе подобных. Даже у таких простых животных, как маленькие древолазы, импринтинг влияет на выбор сексуального партнера. Нечто похожее проявляется и в более сложных организмах. Например, у пририйных полевок. Эти грызуны поражают тем, что выбирают спутника на всю жизнь. Их моногамия выглядит как идеальный брак. Многие физиологи видят причину именно в импринтинге. Якобы запечатление образа во время полового контакта скрепляет союз. Преданность полевок очень напоминает отношение больших папочек к маленьким сестричкам. Вот только вряд ли их связь выстраивалась по тому же принципу. Естественно, рассказать об истинном секрете такой преданности, граничащей с содержимостью, мог бы только Гил Александр. До того, как сошел с ума. Не обладая его знаниями и интеллектом, мы все же можем предположить, на чем он основывался. Как минимум, изобретатель не мог игнорировать большой мозг человека. Не такой простой, как у древолазов или полевок. И он наверняка задавался вопросом, а действует ли на нас импринтинг вообще? Есть косвенные подтверждения, доказывающие наличие импринтинга у более развитых млекопитающих. Самый известный пример – панда Чичи. Ее в 1957 году привезли в Москву из лондонского зоопарка, чтобы скрестить с крупным самцом по имени Ан-Ан. На эту встречу возлагали большие надежды, ведь популяцию панд надо как-то восстанавливать. Интимная жизнь этих медведей и так непроста. Половой орган самцов крохотный, отчего процесс зачатия порой выглядит крайне комично. Да еще и период течки у самок ограничивается тремя сутками в год. Поэтому за свиданием панд следили по всему миру. Но чудо не случилось. Вернее, произошло совсем другое чудо. Чичи, вместо того, чтобы примкнуть к Ан-Ану, начала заигрывать с работником зоопарка, недвусмысленно намекая на свою готовность к спариванию. Зоологи объяснили ее поведение импринтингом. Раз всю жизнь ее окружали люди, то они и стали для нее образцом поведения. Поэтому нет ничего удивительного в том, что среди них она и нашла партнера. Таким же образом реагировали бараны, выращенные под присмотром коз. Взрослыми они пытались спариться с другими козами, нежели с представителями своего вида. Но бараны, козы и панды все равно далеки от человека. Как же протекает импринтинг у нас? Так же ли жестко мы зависим от критического опыта, или долгая эволюция дала нам больше свободы? Биошок отвечает однозначно – нет. Потому что как бы иначе запрограммировали больших папочек? Однако есть кое-что забавное в том, что подчинили именно мужчин. Существуют скромные исследования, которые подтверждают, что мужчины в большей степени выбирают партнера, похожего на родителя противоположного пола. Вместе с тем сложно отрицать существование эффекта Вестермарка. Он указывает на отсутствие сексуального влечения друг к другу у людей разного пола, выросших вместе в первые годы жизни. Конечно, это не закон, а скорее подмеченная закономерность со своими исключениями. Но интересно было бы узнать причины обоих процессов. Потому что пока изучение импринтинга у человека недалеко ушло от простых наблюдений. Чаще всего его связывают с фетишизмом и закреплением определенных образов в критический период жизни. Например, во время полового созревания. Эксперименты прошлого века показали, что даже простое чередование картинок с обувью и голыми девушками приводит к тому, что через какое-то время у мужчин проявляется эрекция на обычную обувь, без дополнительного эротического стимула. В какой-то мере такие манипуляции можно отнести к контролю сознания, а вернее подсознание человека. И тут мы плавно переходим ко второй важной теме вселенной биошок – внушению. Джек, главный герой первой части, на протяжении всей истории часто слышал по рации одну фразу – «Будь любезен». «Будь кайдли» в оригинале. За ней все время следовала просьба – пройти туда-то или убить того-то. «Мы, привыкшие к подобным указаниям в играх, не придавали ей особого значения до самого финала, когда вдруг выяснялось, что этой конкретной фразой Джека, а вместе с ним и нас, бессовестно контролировали». Такое управление действиями человека нередко приписывают гипнозу. Якобы при помощи него можно запрограммировать любого простака сделать все, что ему скажут. Так ли это на самом деле, психологи выясняли больше века, начиная с середины 18-го столетия. Сперва немецкий доктор Франц Антон Мессмер открыл животный магнетизм, который чудотворно действовал на людей и лишал их боли во время неприятных процедур. Сегодня мы знаем, что такой эффект реально существует, причем независимо от магнитов. Его доказали бельгийские медики в экспериментах с виртуальной реальностью. Отвлечение при помощи VR-шлема уменьшало необходимость в седативных препаратах во время хирургических операций. Люди настолько погружались в вымышленный мир, что меньше обращали внимание на боль. Мессмер же считал, что все дело в магнетизме и проводил процедуры в фонтане с намагниченной водой. Его противник Джеймс Брейд был уверен, что секрет не в магнитах, хотя и понимал, что странное сомномбулическое состояние и правда существует. Вскоре он обнаружил, что оно наступает при долгом фокусировании взгляда и мыслей на любом блестящем объекте, а успешный вход в это состояние зависит не от врача, а от нервной системы пациента. Сам феномен он впервые назвал гипнозом. С того момента многие пытались понять его природу. Владимир Михайлович Бехтерев, Иван Петрович Павлов, Милтон Эриксон, куда уж без него, и многие другие. Из всех перечисленных Эриксон, пожалуй, самый выдающийся. Любой психолог, изучающий гипноз, сходу прочитал бы о нем длинную лекцию, но не уместил бы в нее и половины всех его заслуг. Нас же интересует только результат. К чему пришли многочисленные изыскания? К тому, что появилось емкое, но немного занудное определение гипноза. Это вызванное самовнушением, воздействием гипнотизера или возникшее спонтанно временное состояние сознания, характеризующееся резкой фокусировкой внимания и высокой подверженностью внушению. Из него следует два главных вывода. Состояние гипноза может появиться спонтанно, и в нем человек больше подвержен внушению. Об этом говорят опыты британских психологов Дэвида Оукли и Питера Халлигана. Они сумели вызвать истерический паралич у высоко внушаемых людей. Во время этого невроза человек лишен возможности двигать одной или несколькими конечностями. Так они внушили студентам, что те либо не способны управлять ногой, либо должны притворяться, что нога парализована. Поскольку применялся двойной слепой метод, исследователи не знали, кто из испытуемых к какой группе относится, и не смогли отличить одних от других. Только сканы PET позитронно-эмиссионной томографии показали различия в мозге испытуемых. У реально парализованных, в отличие от симулянтов, активировалась та часть орбитофронтальной коры, которая особенно активна у людей с истерическим параличом. Получается, что под гипнозом можно вызвать одно из так называемых расстройств свободы воли. Возникает закономерный вопрос. А можно ли подчинить себе волю человека? Заставить его делать то, что ты хочешь? Например, убить Эндрю Райана. Спойлер. Нет. Принудить человека к действиям, которые он сам не хочет исполнять, невозможно. Поэтому, как бы ни старался Фонтейн запрограммировать Джека, тот не стал бы следовать указаниям, которые противоречат его собственным желанием. Вероятно, поэтому Атлас упорно настраивал Джека против Райана, раз за разом выставляя того монстром. В этом случае у героя бы появилось свое стремление убить магната. Впрочем, в природе человека и без того есть слабые места. Можно обмануть наши чувства. Этот трюк продемонстрировали ученые из Швеции и Финляндии в эксперименте на восьми добровольцах. Половина испытуемых относилась к легко внушаемым людям, остальные служили контрольной группой. И тех, и других гипнотизировали для того, чтобы вызвать у них опыт синестезии, состояние, при котором раздражение одного органа чувств приводит к возбуждению другого. Люди с такой нервной системой могут слышать цвета и видеть обычные буквы окрашенными. В данном случае добровольцев запрограммировали видеть геометрические фигуры в одном цвете, каким бы реальным оттенком те не обладали. После гипноза их просили пройти одну из разновидностей теста струпа. Им показывали картинки с разноцветными фигурами разной формы и спрашивали, что они видят. Трое из четырех легко внушаемых людей показали субъективные и объективные результаты удачного внушения. Их собственные впечатления совпадали с заданными условиями. То есть они не различали цвета и паттерн движения глаз отличался от тех, кого убедить не удалось. Авторы посчитали, что смогли вызвать у этих троих опыт, схожий с анестезией. Но это еще не все. В конце прошлого века канадские психологи провели более захватывающий эксперимент, в котором они отчасти управляли поведением людей. Для него отобрали три группы добровольцев под 10 человек в каждой. К первой относились внушаемые люди, которых реально гипнотизировали. Во вторую группу набрали симулянтов, которым поручили обманывать исследователей и не входить в транс на самом деле. В последнюю группу попали еще большие хитрецы. Им предстояло обмануть не только психологов, но и всех тех, кто с их точки зрения относился к эксперименту. Он заключался в следующем. Всем участникам во время гипноза внушали, что после выхода из транса они будут кашлять каждый раз, когда услышат слово «психология». Затем все 30 человек прошли формальное тестирование, которое показало, насколько хорошо загипнотизированы одни и насколько достоверно притворяются другие. Никто не ошибся, все кашляли в нужный момент. Но потом началось самое интересное – неформальная часть тестов. Всех испытуемых попросили прийти через неделю для окончания эксперимента. За это время многое могло выветриться из памяти, на что и рассчитывали исследователи. Спустя семь дней участников проверили два подставных экспериментатора – якобы случайный незнакомец в холле и встречающий лаборанту кабинета. Каждый в своем обращении использовал слово «психология». Но только один хитрец из третьей группы понял, что нужно подыграть. И то лишь во втором случае. Повтор формальных тестов, который за этим последовал, показал, что четверо из десяти реально загипнотизированных сохранили реакцию на внушенный стимул. Этот опыт демонстрирует не только то, что внушение действует относительно недолго, но и то, что его эффект легко рассеивается в обстановке, отличающейся от изначальной. Поэтому даже если бы Джека подвергли гипнозу, он бы, скорее всего, забыл об установке в новых обстоятельствах. Хотя не исключено, что есть некая вселенная, в которой Атлас изобрел совершенно иной способ внушения, позволяющий обойти все перечисленные тонкости. Ведь если верить Биошок Инфинит, параллельных вселенных бесконечно много. Так ли это на самом деле физики спорят до сих пор? Существует Копенгагенская и многомировая интерпретации, которые дают совершенно разные ответы на этот вопрос. Судить о том, какая из них вернее, мы по понятным причинам не беремся, но можем рассказать, на что ссылаются авторы Биошок в своих фантазиях. Основа сюжета Инфинит и дополнение Берю и Летси та самая многомировая интерпретация. Ее суть напрямую вытекает из умозрительного эксперимента Шрёдингера со знаменитой кошкой. До тех пор, пока ящик не откроют, кошка находится в состоянии суперпозиции, оставаясь одновременно мертвой и живой. Но если продолжить эту аналогию, то получится, что когда экспериментатор приоткрывает крышку и видит результат, он тоже переходит в состояние суперпозиции. Потому что в одном случае видит кошку живой, а в другом случае мертвый. Отсюда выходит, что реальность как бы разделяется на два состояния. Это разделение мира на параллельные и называют многомировой интерпретацией. В Биошок Инфинит ее иллюстрирует бесконечное множество маяков. Столько же, сколько и возможных вселенных. Любопытно, что один из популяризаторов многомировой интерпретации носил ту же фамилию, что и главный герой Инфинит – Дэвид. Учитывая то, с какой скрупулезностью авторы подходили к сценарию и даже обращались за помощью к физику из Бостонского университета, такое совпадение вряд ли случайно. И в том, что из всех интерпретаций они выбрали именно многомировую, тоже есть своя закономерность. Эта гипотеза, как бы помягче выразиться, считается самой мейнстримовой. Однако сценаристы внесли в нее очень значимое изменение – возможность перемещаться между вселенными. На сегодня нет однозначного подтверждения тому, что одни параллельные миры могут влиять на другие. Но в уравнении Инфинит Элизабет – та переменная, которая переворачивает все с ног на голову. Она и разрывы открывает, и в прошлое путешествует. Эти способности вызывают больше всего вопросов, потому что благодаря им Анна заканчивает запутанную историю игры, убивая всех камстоков в одном месте. Сцена, в которой дочери Букера берут его под руки, погружают в воду и держат там до тех пор, пока он не захлебнется, взрывает мозг, но и отсылает к ряду теоретических парадоксов. Прежде всего, к парадоксу убитого дедушки. Вопрос очень простой – что будет с путешественником во времени, который убьет собственного деда? Он не родится и исчезнет вместе с ним? Или сам поступок порождает суперпозицию, в которой вселенные расходятся и есть те, где дед жив, и те, где он мертв? Тогда путешественник не умирает, потому что прибыл из той, где его родственник дожил до преклонных лет. Один из ответов – так называемый принцип согласованности Новикова, который говорит о том, что в прошлом вероятность изменить уже случившееся с путешественником событие стремится к нулю. Его, например, использовали в сериале «Лост» и в фильме «12 обезьян», где герои не могли изменить прошлое, как бы ни старались. То есть получается, что убить деда практически невозможно. Но относится ли это в полной мере к тому, что сделала Элизабет? Произошло ли убийство в прошлом? И как она совместила всех кампстоков в одной точке? Эти вопросы отсылают к другому мысленному эксперименту, который называют по-разному – квантовое бессмертие или квантовое самоубийство. Его суть в следующем. Экспериментатор запирает себя в комнате с ядерной бомбой, которая должна взорваться от случайной переменной, например, от распада радиоактивного атома, а затем ждет, что произойдет. Если многомировая интерпретация верна, то существует множество вселенных, в которых он умер, и немного тех, в которых остался жив. Вероятно, есть даже та, в которой бомба так и не взорвалась, и экспериментатор как бы прожил вечность. Видимо, авторы «Биошок Инфинит» предположили, что Элизабет объединила всех таких бессмертных кампстоков и убила в одном месте. Возможно ли это? Интересный вопрос. «Биошок Инфинит» Пока все предположения основывались на квантовой механике. Но есть в «Биошок Инфинит» одна деталь, которая не объясняется этой теорией. И более того, обозначает глобальную проблему современной физики. Это город Колумбия. Для того, чтобы оправдать парящий мегаполис, потребовалось бы затронуть тему гравитации, а это единственное, что не удалось проквантовать ученым. Поэтому существует и теория относительности, как своеобразный антипод квантовой механики, и теория струн, в которой некоторые физики уже видят столь желанную теорию всего. Впрочем, есть один вариант, как поднять Колумбию, при помощи квантовой левитации. О ней вскользь упоминали сами лютесы. Правда, они не сказали, что для осуществления задумки пришлось бы покрыть весь мир мощным магнитом. Принцип квантовой левитации заключается в эффекте Мейснера, когда сверхпроводящая керамика как бы заперта в магнитном поле, а потому может не только левитировать, но и застывать в любых позах. На этом принципе основаны левитирующие поезда и парящий ховерборд, который несколько лет назад представила Лексус. По всему сказанному видно, что хотя серия Биошок и ссылается к научным открытиям, она близка к сказке, настоящей научной фантастике. Да что же это-то... Бесконечное множество всевозможных вселенных. Сегодня мы заглянем чуть глубже и разберемся, насколько реалистичны Шодан и Ксеркс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова